здравствуйте александр как ваши дела все хорошо все хорошо работаем как ваше впечатление вообще от от работы на бусе супер вам нравится да очень сколько вы уже работаете полгода и планируете сколько полгода ну реально сколько ты еще думаешь работать года и потом все уже потом на тир чтобы ты пожелал начинающим желающим работать на бусе терпение при подготовке к этой работе к чему готовится кучу хорошего здесь мало то есть ты в общем-то терпишь больше чем наслаждаешься да понятно хорошо тяжелая но спасибо за информацию удачи всем привет отвечаю на вопросы спросили насчет сейчас зачитаю как измеряют расход топлива если вдруг расход стал больше высчитывают ли зарплаты и есть ли штрафы допустим за опоздание рассказываю как это у меня я за всех не в ответе предсказать и предвидеть все варианты не могу рассказываю как есть опыт уже три года пошел 4 поэтому могу что-то рассказать несколько фирм проработал могу рассказать как это было у меня на первой фирме и на второй что такое расход топлива мне вообще никто не рассказывал единственное что когда я ехал по германии максимал очку топил ну просто так мне хотелось быстрее доехать то позвонил шеф и говорит столько не едь по большое спалание я там ехал чуть ли не ну больше пус много не разгонится там с горы максимал ну где-то до 150 разгонялся но это и не нужно даже если у вас не ограничено на на бусе это это в общем-то опасная скорость ездил я 120 где разрешено я больше 120 не ехал до пус и как бы если груженный он и не потянет это первые мои две фирмы потом у меня была коротенькая как бы работа и там мне четко сказали едешь не больше 100 километров у нас говорит ничего срочного нету едешь максимум 100 километров в час все и я ехал максимум 100 километров в час всю каденцию три недели один раз было что-то надо было срочно довести я звоню шефу говорю при таких скоростях я точно на адресе не буду мне там на платку ввели по платной дороге в италии говорит хорошо есть 120 все я поехал какой там расход был кто его считал и как меня не интересовало вообще потому что мне дали инструкцию я ее исполняю повторюсь как в сюжете с тахобуками исполняйте инструкции руководство и судя по комментариям конечно у людей очень у некоторых людей странные восприятия а вот руководство говорит пойти и убить президента гондураса ну не будьте вы мягко говоря глупыми людьми не надо утрировать конечно если вас заставляют совершать уголовные преступления не на не надо это выполнять я говорю о профессиональной инструкции мне там пишут я веду везде я такой в общем я везде виду потому что я самый правильный честный и и а все остальные как бы негодяи ну я я щас утрирую а что это значит за свои деньги покупаешь тахобук и сам ведешь его я как раз видео говорю ты можешь это делать для своей жены для тёщи для истории за мемуаров тебе начальство сказала вести в германии значит веди четко в германии не без ошибок тогда уже там если ты что-то не заполнил забыл ответственность на тебе мне говорят нет штрафуют водителя штрафуют то водителя но если мне шеф сказал не вести тахобук это конкретно моя история конкретно мой моя ситуация шеф не сказал не веди тахобук я себе купил за свои деньги 19 злотых заплатил книжечку говорю вот я купил он говорит не надо и если бы меня оштрафовали еще раз услышите топ но я бы эти деньги платил бы с денег шефа и если бы он мне тогда сказал нет это твой штраф это было бы наше предпоследнее с ним общение последнее это был бы полный расчет и до побачения но как говорится ничего меня не настигла меня кара поэтому кто-то мне там пишут в комментариях я веду везде за свои деньги покупаешь тахобук и ведешь и вот это ты делаешь сам для себя это не не по работе ты можешь за свои деньги снимать себя на камеру ты можешь свои деньги нанять себе рядом бухгалтера посадить который будет считать твою днювку это уже твоя твое дело но по работе конкретно тебе дает распоряжение твое руководство как ехать куда ехать зачем ехать и так далее и проще всего идти я говорю проще не говорю что это единственный возможный вариант можно по-разному но проще просто следовать инструкциям мне вот на это на моей фирме сейчас дают листики для германии я в германии максимум два дня вот в одну сторону если бы за там полдня я заехал вот как вчера я заехал вечером записал один день встал на парковку переночевал с утра встал записал второй день час мне осталось меньше чем 200 километров до до чехов все я в чехи выйду тахабук вести перестану и на этой фирме мне так инструктируют если возникнет какая-то не какое-то недоразумение с полицией мне полиция скажет а где ваше введение тахабуга по португалии и дадут мне штраф и этот штраф фирма не покроет а положит как бы на меня то это будет повторюсь предпоследнее наше с ними общение последний это будет получение расчета это побачили все и и вот так вот но я рекомендую поступать потому что выдумывать велосипед выдумывать какие-то специальные правила пуся же не надо люди разные что в головах у людей мне вчера человек написал комментарий что это бред что во франции штрафуют за ночевку в бусе что такого нету я не знаю по какой франции он ездит у него своя франция виртуальная я не знаю ну что у человека в голове но спасибо за комментарии я любое мнение мне приятно когда кто-то смотрит мои видео комментируют даже в негативном ключе так что не переставайте вернемся к расходу топлива и вот там я себе ехал 100 км в сейчас мне сказали какой расход топлива это уже не мое дело я заправляюсь и я еду потому что при скоростном режиме одинаковом скоростном режиме вот вы едете все время максимум 100 км но степень загрузки автомобиля количество груза количество вес автомобиля раз погодные условия два рельеф местности три это все дополнительные влияния на расход топлива причем существенный на пустом бусе и ехать 100 километров по ровной герман по ровному германскому автобану это один расход топлива на груженом бусе по горам франции или испании это другой расход топлива при том что вы не будете давить гашетку и все и поэтому вот сейчас на моей фирме на где я работаю нас есть инструкции как нам ехать 100 километров по спидометру причем потому что опять же нюанс показания спидометра и фактическая скорость могут отличаться из-за размера колес меня разница где-то пять километров плюс минус и меня инструкция на темпомате на круиз-контроле не знаю что такое темпомат да то можно ехать 100 километров по спидометру это где-то 95 километров фактически 96 а на ноге 110 по спидометру это где-то 105 километров все я получил инструкцию я еду мне лично шеф не говорил но там водители что будет премии рассказывал коллега что ему дали премию за экономию топлива большому счету дадут мне премию приятно спасибо не дадут но я и как бы и не рассчитывал эти деньги у меня есть работа есть зарплата я знаю что моем не дайте ли за лишнее отдельное спасибо либо и спасибо штрафы если я исполняю инструкции шефа и мне потом рассказывают про какой-то штраф это опять смотри пункт 1 предпоследняя разговор с моим шефом последние получение расчета и смена фирмы что если я исполняю предписание руководства на мне вины нету если я не дали инструкцию ехать так а я себе еду 120 там как хочу еду и из этого мне претензии то это моя вина к чему я веду я не знаю я не с меня и ни разу не в нее за расход топлива не прилетало но я слышал конечно от водителей но там эти все легенды на фейсбуке там в каких условиях люди живут работают и для меня загадка и тайна покрытая мраком что они там пишут тахобук пишут и комментарии штраф за опоздание за опоздание куда я не понимаю как бы вопроса но допустим штраф за опоздание на адрес загрузки выгрузки я с таким не встречался потому что я никогда никуда не опаздываю а если я куда-то опаздываю то я заранее об этом говорю что это время нереально я не доеду ну я же вижу расстояние вижу навигатор я вижу меня есть определенный опыт я понимаю что не доеду я заранее это все обсуждаю поэтому опять же какой штраф за что я сейчас вспомнил был у меня буквально в начале моей карьеры это в тот же случай который я рассказывал другом видео как я уснул за рулем и немножко разбил машину из-за моей неопытности истечения обстоятельств получилось так что я целый день ездил по больше собирал грузы приехал вечером на загрузку надо было поднять крышу растендовать поднять крышу потому что груз не в не влазил я не знал как это делать я надо было как-то груз другой переставить короче меня этот работник магазина не хотел грузить и он грузил всех я стоял ждал короче где-то там стоял часа четыре пока разобрались меня загрузили и не было и у меня была срочная доставка мне мой шеф он такой хитроватый был но он еще один живой мужик не сказал ни сроков ничего типа давай едь 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 давай быстро едь 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 в германии на мерседесе ну я где-то в десять вечера я выехал ехал ехал там где-то что-то такое короче ноют меня начала клонить в сон а я должен был приехать в германию но я не помню чуть ли не в два часа ночи ну то есть если бы я стартанул без опозданий на загрузке то фактически я бы мог успеть но из-за того что на загрузке я стоял четыре часа а это еще конец дня я уставший был неопытный как рассказать и натренированный но конечно где-то лег спать мало поспал в итоге и не выспался в итоге все равно уснул за рулем в итоге все равно разбил машину но я и так разбил что можно было ехать я приехал с опозданием а это был праздник мидсоммер середина лета это во всей европе всегда праздник выходной день я приехал все закрыто я стоял под заводом этим день еще зачем спешил непонятно то есть это было косяк моего шефа он должен был четко мне сказать увидеть что я поздно загрузки выехал и там все переиграть а он решил это вот на дурачка и у него была проблема с оплатой этого этого рейса потому что типа вот опоздал но где-то он нам долго долго с этим вел переговоры с этим клиентом и в итоге ему все равно заплатили он рассказывал то есть было просто как бы задержка с оплатой этого рейса больше у меня таких ситуаций не было на этой фирме было одна поездка когда я четко видел что я не укладываюсь во время я сообщил шефу он мне там дал участок дороги проехать по платным и разрешил быстрее ехать все четко инструкции я их исполняю я получаю результат и ну ко мне никаких претензий поэтому опоздание я слышал от других других водителей же человек взял уснул телефон не по телефону не отвечает должен быть на выгрузке приехал на день позже например то конечно я бы таких водителей не то что штрафовал бы я бы с ними не работал на месте работодателя но ситуации разные возможно этот опять же новичок как я там возможно он заболел у меня была история все-таки расскажу вот ближайшем видео как я больной коронавирусом с температурой совершил рейс и я ехал не было температура все я сообщил заранее еще во франции что я не знал что у меня коронавирус иначе бы я по-другому себя вел я думал что я просто простудился я сообщил что я могу опоздать можно ли там опоздать можно ли позже приехать не сообщили да можно я тогда спокойно там себе отдохнул лег спать ну когда больной человек то есть все ситуации какие-то нарушения каких-то временных рамок обсуждаются надо заранее это все обсуждать если если вам ставят неисполнимые неисполнимые условия до опять две причины как я рассказывал видео про время на сон это может быть реально неисполнимые либо субъективно вами вы так думаете что это неисполнимые что вы не можете построить правильно график работы и потому не можете вовремя приехать и тут не надо все в одну в одну корзину лепить когда вы четко знаете что вы грамотно можете построить маршрут с учетом заправок с учетом остановки на еду с учетом времени на сон и тому подобное и у вас не ридни реально время короткая нету например нету времени на сон там 6 часов вот их нету но тогда нужно ввести переговоры если фирма игнорирует и говорит так короче поспишь потом на урлопе до оставаться на этой фирме это уже ваше ответственное решение значит вам это все нравится вам нравится когда на вас плюют вам нравится когда над вами издеваются вы от этого получаете удовольствие и некоторые за это платят деньги вот меня мой коллега нагнал поедем дальше вместе секундочку да слушаю наверное за коронавируса про штрафы я надеюсь подробно рассказал разные фирмы я за все не знаю есть ли есть люди так ездят что просто сердце кровью обливается лень людей лень людей поднять свою пятую точку и начать что-то искать лучше у меня был знакомый который отписал мне там консультировался со мной попал в ужасные условия могу идти на пол срока как говорится пойти поискать другую фирму его там обманули там 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 но все равно продолжал с ними работать но значит человеку так подходит значит его устраивает что ему недоплачивают что его там нарушают договоренности значит ему так комфортно резюмирую негуциация переговоры об обговаривании предварительное обговаривание всех нюансов это как раз и составляет часть вашей опытности вашего опыта вы знаете какие вопросы задать это какие на каких моментах сделать акценты я повторяюсь как я уже говорил других видео не значит что если вы все нюансы оговорили они будут исполнены вашему руководству но по крайней мере у вас будет основание на основании каких-то договоренностей аргументировать и и вести диалог при какой-то конфликтной ситуации заранее все оговариваете и все нюансы по вот этим изменениям графика до езда и так далее старайтесь не по телефону это решать не в разговоре а пишите смс коми либо в мессенджере сообщениями тогда будет фактическое доказательство каких-то договоренностей например вам написали должен быть на загрузке в 6 вы приехали в 6 а вам говорят нет ты должен был быть там в 4 и у вас есть доказательства вам написали в 6 а когда вам по телефону сказали едь должен быть там 6 то попросите напишите четкую мне смс-ку где когда его сколько я должен поэтому желаю вам удачи в поиске нормальных адекватных руководств фирм где бы платили вас понимали и в то же время с вашей стороны тоже не ли вы не лепили горбатого всякие косяки потому что водители тоже я уже столько и повидал у всех все по-разному восприятие жизни восприятие работы восприятие всего у людей ра по-разному будьте разумными в выборе с кем общаетесь и зачем и какую информацию хотите почерпнуть подписывайтесь на этот канал ставьте лайк делитесь этим видео в своих соцсетях не именно этим видео но с моего канала то видео которое было вам полезным поделитесь может кому-то тоже принесет пользу пока а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»